Итак, функции разума — это решимость, энтузиазм, способность чувствовать судьбу. Допустим, человек верит во что-то. Вера — это означает связь. Связь с какими-то событиями или с каким-то знанием, с пониманием вещей. Этот человек говорит, я точно знаю, что это так будет, или что вот Бог, Он есть, я точно знаю, но показать не может. То есть вера означает какой-то невидимый, незримый контакт. Человек утверждает, что это есть на 100%, но и это меняет его жизнь. Но при этом он не может показать, потому что это находится, может быть, не на грубом плане, на тонком. Вот так это всё происходит. Есть вещи, которые можно сказать, но не все поверят в это. Не все согласятся, что это так, потому что где доказательства. Но разум, тем не менее, существует, потому что есть доказательства. Например, первый умный был детина, средний был и так, и сяк, третий вовсе был дурак. То есть сильно доказывать не надо. То есть отец рассказывает про свою жизнь. Он знает про своих детей. Он знает, что этот умный означает разумный в данном случае. Второй бывает разумным, бывает не очень. А третий всегда одинаков. От него ждать нечего в жизни. Итак, есть разум. Разум соткан из знания о том, что такое жизнь. Он знает, что такое хорошо и что такое плохо. И когда родители объясняют, что такое хорошо и что такое плохо, они развивают разум своих детей. Крошка-сын пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет. Слушайте, детишки. Если сын темнее ночи, грязь лежит на кожице, это очень плохо. На рожице это очень плохо для любящей кожицы. То есть что такое хорошо, надо объяснить обязательно. Потому что мне в школе говорили, что обманывать это нехорошо. А я всегда спрашивал, а почему? И мне никто не мог ответить. А потом я в священном писании узнал, что когда человек обманывает, то в это время его разум затмевается. И в результате это приводит к определенным последствиям его жизни. Первое последствие. Им очень трудно будет разглядеть людей. Кто правильно себя ведет, кто неправильно, кто хочет его надурить, кто не хочет. Если человек обманывает сам, он также привлекает в себя обманщиков. То есть он не может различить истину от лжи в результате того, что он обманывает. Человек обманывает, также перестает видеть события своей жизни, и у него теряется интуиция. Он теряет возможность понять, что ему предстоит в жизни. Если человек ведет себя честно, то интуиция не подводит. Ну, по крайней мере, у меня недавно произошло такое событие. Я был в Израиле, вот прямо до вас, прямо вчера. Ездил в Иерусалим, на святую землю. И когда я туда поехал, у меня есть определенный способ определить, благоприятной будет поездка или нет. И я почувствовал, что поездка будет благоприятной, если я вовремя уеду оттуда. Ну, и как бы я положился на Бога, мы все прошли, и так получилось, что мы закончили чуть пораньше. И те ребята, которые меня возили туда, все показывали, они меня спросили, мы сейчас еще погуляем здесь или поедем? И так как я вспомнил вот свое предчувствие определенное, я сказал, нет, мы поедем прямо сейчас домой. Хотя, в общем-то, лучше было бы погулять по святому месту, правда? И потом мы узнали, через три часа узнали в новостях, что прямо в это время, в этом месте, где мы находились, через час после нашего нахождения, там чуть-чуть не произошел теракт. То есть, несколько человек хотели взорвать себя, их вовремя расстреляли. Но, тем не менее, перестрелка была, там погибло несколько солдат. И вот эти вот люди. Но должны были произойти взрывы в людных местах. Ну, то есть, фактически, вот это предчувствие, оно в какой-то степени защитило жизни. То есть, я не попал в эту переделку, память о святом месте не осквернилась кровью, страданиями людей или своими трудностями какими-то. Итак, вот это важно знать, что функции разума, функции ума очень хорошо изучать, потому что это дает возможность правильно реагировать на события. То есть, человек может сделать выбор, оставаться или уйти, идти медленнее или быстрее. Я работал в Москве, одно время ходил по Арбату, жил в Москве, и я всегда слушаю сердце. Один день у меня была такая ситуация, я шел по Москве на работу, и сердце мне говорило, иди чуть помедленнее, чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. И я обычно люблю очень быстро ходить, но я послушался, пошел помедленнее, мне было некомфортно, но я шел медленнее. И где-то на половине пути передо мной, прямо за два метра до меня, упала витрина, несколько тонн веса, железные арматуры такие, она упала просто со здания так вниз. Рядом со мной шла женщина еще. Мы посмотрели друг на друга, и оба сказали, спасибо Господу, что сохранил жизнь, пошли дальше. Ну то есть, видите, это означает интуиция, но если человек постоянно врет, обманывает, интуиция не сработает, он не сможет определить, как правильно, что неправильно, куда идти, что делать и так далее. Я прочитал одну интересную тоже, это вот означает интуиция, или правильное восприятие мира, или защита Бога, как хотите этого, но так или иначе это все связано с Господом. Я прочитал такую интересную историю в интернет, что когда в Египте был теракт, и взорвали самолет, много людей погибло, в том числе с Украины, они летели в Питер, эти люди, то я потом узнал, что один стюард, он избежал смерти, хотя он должен был работать на этом самолете в этот день. Его отец занимается духовной практикой, читает молитву, и он, помолившись, потом лег спать, и во сне он увидел, как взрывается его сын на самолете. Именно вот на этом рейсе, он узнал рейс, во сне узнал рейс, что это рейс из Египта, в такое-то время, и он настойчиво заставил своего сына уволиться с работы, переветись в другую компанию. Он заставил просто своего сына, он настаивал. В результате сын это сделал, хотя он не хотел, ему нравилось там работать, и он сохранил себе жизнь в результате, он остался жив. Это уникальный такой случай, влияние такого мощного отца на жизнь, на судьбу своего сына. Уникальный случай, мне очень понравилось. Это означает, что человек держит на пульсе свою судьбу, и не только свою, а также своих детей. Другой случай произошел в моей жизни, я уже его много раз рассказывал. Я только начал заниматься духовной практикой, молился, учился молитве, и шел, куда-то я шел, по-моему, в магазин, и мои родственники, отец, мать и сестра, поехали на Урал к родственникам из Ториати, на своей машине, и в какой-то момент я почувствовал, что они могут погибнуть. Это предчувствие пришло ко мне в сердце, вот оно приходит всегда вот сюда, в сердце, это предчувствие. Я почувствовал это, и начал, остановился, начал молитву. Через несколько минут предчувствие прошло, и потом я узнал, когда они приехали, что в это время произошла ситуация такая. Они ехали на машине, навстречу вылетел КамАЗ, водитель спал, они сворачивали в кювет от него, машина, КамАЗ тоже уходил в кювет. В результате они должны были невминуемо встретиться, но каким-то чудом они разминулись буквально на миллиметры, и они улетели в придорожную вот эту вот низину. Машина пролетела какое-то время, потом встала на четыре колеса, проехала, и никаких повреждений ни у кого, они потом выехали на дорогу и поехали дальше. Вот такая ситуация произошла именно в это время, хронологически, когда я остановился и читал молитву. Это удивительно знать, что такие события могут происходить в жизни. Наверное, Господь мне это событие сделал, чтобы я потом его рассказывал, чтобы давал какое-то образование для этого людям. Итак, разум обладает интуицией, в нём находится вера. То есть вера означает связь с источником счастья, с источником радости человеческой. Человек может верить в свой дом, который строит, или в Бога, и то и другое должно приносить счастье. Если счастье не приносит вера, значит человек не может верить. Вера всегда меняет судьбу, она даёт возможность человеку чувствовать себя лучше в жизни, чем без этого источника. Вера означает связь разума с источником счастья. И когда человек настраивается на эту веру, то в это время счастье заходит в организм и снабжает ум. Дело в том, что разум работает на ум. Ум постоянно просит счастья, он требует счастья по-любому, и он не может жить без счастья, он капризный очень. Если нет счастья, то ум начинает напрягать разум и не даёт ему делать то, что он делает. Допустим, человек работает, у него какой-то труд, но ему захотелось в туалет. Мочевой пузырь переполнился, и ум говорит, «Всё, переставай работай, надо в туалет». Ну то есть он командует, в туалет. Человек сдерживается, он говорит, нет у меня, я на пульте управления сижу, у меня серьёзный процесс. Нет, в туалет. То есть идёт борьба. И нужны волевые усилия для того, чтобы сосредоточиться на нужном деле, если ты попал под влияние ума. Или, допустим, ум влюбился, и человек чувствует любовь в сердце, а его заставляют думать о каких-то производственных процессах, но он не может о них думать, потому что ум постоянно пометует о объекте любви. И начальник говорит, «Слушай, что с тобой происходит? Ну-ка расскажи мне, объясни мне, что с тобой происходит? Почему ты не можешь нормально работать? Почему ты приготовил вместо котлеты сладкое блюдо? То есть человек не совсем адекватен в это время. Значает, что разум попал под влияние ума. Таким образом, видите, между умом, чувствами и разумом существуют определённые взаимодействия. Иногда эти взаимодействия в пользу человека происходят, иногда не в пользу. Самыми капризными и непослушными являются чувства. Чувства, они сразу чувствуют, что это даёт счастье. Им всё равно, полезно это или вредно, хорошо это или плохо. Главное, чтобы было счастье. Чувства вообще не разбираются ни в чём, им просто надо давать счастье. Допустим, человек идёт, видит мороженое, особенно ребёнок, говорит, «Мама, я хочу мороженое». А так как разум у детей слабый, чтобы вы знали, у них поэтому родители им нужны, чтобы контролировать разум своих детей. Разум у них слабый, поэтому ребёнок начинает капризничать. Чувства заставляют его входить в состояние беспокойства. И ребёнок говорит, «Я хочу мороженое, не могу без мороженого». Допустим, мать может пойти на поводу чувств ребёнка, или не пойти на поводу, но для этого она должна ему подарить любовь каким-то другим способом. Если она ему не дарит любовь и просто его отводит от этого места, то ребёнок продолжает капризничать, потому что счастья в жизни не хватило. И если она ему дарит счастье, говорит, «Мой хороший, посмотри вот туда, или я тебя очень люблю, или ещё что-то ему говорит, он отвлекается от мороженого, и он в принципе согласен. Главное, ему дали какую-то замену». Так действуют чувства. Они постоянно требуют счастья. И находят объекты счастья, и пытаются с ними их сконтактировать. У меня был такой случай, что я сидел на математике в пятом классе с одной девушкой красивой за партой, и у ней была короткая юбка. Зачем-то почему-то ей разрешили ходить в короткой юбке. Я хотел сосредоточить на формуле, там дважды два-четыре, или ещё были какие-то сложные формулы. Я хотел сосредоточить, но глаза, они всё время заставляли меня туда смотреть под парту. Конечно, мне было стыдно, но вот такая сила на меня влияла. И я очень сильно задумался об этом в это время, думаю, почему так я хочу вообще, я хочу смотреть туда, на математику. Но глаза, у них были свои планы. У них не было желания смотреть на математику. У них были другие желания. Субтитры создавал DimaTorzok